КОМИКС ПАУЛИС ЭНТРИ ХОДЯЧИЕ МЕРТВИЦЫ Я что-нибудь об остальных? И ты знаешь? Да, но это не очень хорошая новость. Сансет, пожалуйста, не рассказывай мне. Пинки, Рейнбоу и Твайлет, их больше нет. Как насчет Рарити и Эпплджек? С ними все в порядке? Да, они были частью нашей группы с тех пор, как все это началось. Я разговаривала с Эпплджек несколько часов назад, и она сказала, что у нее все хорошо. Пока она находится в Эверфри. Ты в порядке? Угу. Давай попробуем немного поспать. Ладно. Позже этой ночью. Привет. Тебе тоже не спится? Не совсем. Я только что проснулась. У тебя бессонница? Немного. Из-за твоей сестры? Извини, я не имела в виду... Нет, не беспокойся, правда. Но да, я не могу выбросить из головы то, что сказал мне Тимбер. Если она умерла, значит Реджи и первая база могут остаться сами по себе. Меня тошнит от одной только мысли об этом. Хех. Ну как есть, так есть. Я не хочу мешать тебе спать своим нытьем. Эй, все нормально. Я уже несколько месяцев была сама по себе, ни с кем не разговаривая. Я более чем открыто выслушаю того, кто в этом нуждается. Что ж, спасибо. Я думаю, это то, что нам всем нужно в такие времена. Да, без сомнений. Как тебе удалось выживать все это время, да еще и в одиночку? Но, я полагаю, это был инстинкт выживания. Я знала, что я была одна и что мои друзья могли быть в опасности. Я делала все, что могла, чтобы продолжать идти вперед и выжить. Последнее, что мне было нужно, это чтобы я умерла из-за своей трусости. Так что я оставила все эти мысли позади и... Стала храброй Флаттершай. Да, нам всем пришлось оставить свое прошлое позади, чтобы выжить. Я уже убивал человека раньше и не горжусь этим. Ты убил их, чтобы выжить? Ну, не совсем так. Он выстрелил Дерпи в руку и все такое. Это меня так разозлило, что я ударил его ножом, а потом выстрелил ему в голову. Пинки умерла из-за этого. Ее застрелили сразу после того, как я ударил его ножом. Я никогда не прощу себя за то, что сделал. Сансет, Рарити и Эпплджек простили меня. Но, честно говоря, я бы себя не простил. Все это время ты держал это в секрете? Да? Давай, выплесни все это наружу. Это поможет тебе? Я сожалею. Я так сильно сожалею. Все хорошо. Не нужно извиняться. На следующий день. Мы уже близко. М? Итак, как именно работает это лекарство? Ну, по словам Спайка, оно только мешает тебе обратиться. И если тебя укусят, есть минимальная вероятность, что ты выживешь. Что это значит? Это значит, что в зависимости от того, насколько серьезен твой укус, ты можешь либо выжить, либо умереть. Что ж, если я чему-то и научилась за последние месяцы, так это тому, что укусы у всех ходячих действительно ужасны. Вот почему ты можешь не выжить, если тебя укусят. Даже если у тебя в организме есть это лекарство. Значит, ты можешь умереть, но не обратишься? Очень даже может быть. Ну что ж, вот мы и пришли. Ее лаборатория. Давай, давай покончим с этим. Как нам войти? Твайлайт оставила какие-нибудь ключи? Хм, она оставила меня. Там есть потайной вход, о котором знаем только Твайлайт и я. Следуйте за мной. Внутри лаборатории. И готово! Это довольно крутая лаборатория. Я не думаю, что когда-либо приходила сюда, до этого момента. Ладно, за мной. Лекарство где-то здесь. И вот оно. И это все? Да. Что ж, очевидно, что оно внутри. И очень хорошо спрятано. Мне понадобится помощь, чтобы открыть его. Ты ведь знаешь код, верно? Эм, да. Я думаю, что помню его. Ты думаешь? Эй, не переживайте, ладно? Я помню. Хорошо. Я помогу тебе. Итак, в какую сторону? Попробуй три раза повернуть налево, два раза направо и четыре раза налево. Он не открывается. Окей. Спайк? Нет, 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 нет. Я помню, помню. Хм. Было два раза налево или три? Нет. Было один раз налево, три раза направо и... Как же там было? Хорошо. Кто-нибудь знает, как открыть сейф без кода? Что ж, мы не можем разломать его, потому что лекарство внутри. Я не думаю, что есть способ открыть его без кода и не разрушая его. Заткнитесь! Я пытаюсь вспомнить! Хм? Ладно, давай, Спайк. Что сказала Твайлайт в тот день? Воспоминания. Ладно, это должно быть всё. Но, Твайлайт, что если... Что-нибудь случится с тобой? Что если я забуду код? Код очень лёгкий, Спайк. Просто запомни, даты наших дней рождений. Два раза влево, три вправо и четыре влево. Двадцать три и четыре. Точно! Пока ты помнишь эти даты, тебе не о чем беспокоиться. Хм. Ты обещаешь, что мы всегда будем вместе? Спайк. Я всегда буду с тобой. Спайк? Может быть, мне будет легче, если я просто увижу? Нет-нет. Мм? Я вспомнил. Два раза влево, три вправо и четыре влево. Ладно. Итак, два раза влево, три вправо и четыре влево. Он открылся? Да! Спасибо, Спайк. Извини, что сомневалась в тебе. Хе-хе. Всё нормально. Что ж, давайте проверим его сейчас же. Час спустя. Вот, и всё упаковано. Ты в порядке? Да, я просто переживаю. О чём? О лекарстве. Что если оно бесполезно? Оно не может быть бесполезно. Твайлайт использовала его и испытала на себе, верно? Да, но... Хе-хе-хе. Забудь об этом. Я просто слишком много думаю. Флаттершай, ты сможешь помочь нам сделать прививку? Эм, но до этого я делала уколы животным, но не людям. Думаю, я могла бы попробовать. Ты в порядке? Да, я просто не смогла заснуть. Вот и всё. Ты думаешь, у нас получится? Почему нет? Я не знаю. Случится может всё, что угодно. Я боюсь потерять ещё больше людей. Можно я скажу тебе кое-что? Конечно. Это на всякий случай, если я не делаю этого. Нет, не говори так. Я не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Я потерял двух своих лучших друзей, а моя сестра потеряла ногу. Я понятия не имею, жива она или нет. И я чувствую себя ужасно из-за того, что меня не было там с ней. Ты должно быть сумасшедшая, если думаешь, что я позволю чему-то плохому случиться с тем, кого я считаю одним из моих лучших друзей и последним, кто у меня остался. Хочешь кое-что узнать? Странно слышать это от тебя, когда всё, что мы делали вначале, это спорили обо всём на свете. Ну, я думаю, всё изменилось после того, как Рарити отругала нас с тобой. Кроме того, я не хочу, чтобы с тобой случилось что-нибудь плохое из-за меня. Как глупо с твоей стороны. Я всего лишь говорю правду. Итак, ты собираешься снова ложиться спать? Или останешься ещё ненадолго? Что ж, я, пожалуй, вернусь в постель. Мы не знаем, когда снова так выспимся. Если быть честным, палатки Эверфри не такие уж неудобные. Они довольно хороши. Это правда. Как бы то ни было, спокойной ночи, Флэш. Но я думаю, нам обоим нужно отдохнуть. Завтра важный день. Ты сказала это. Давай вернёмся в постель. Сансат? Ты в порядке? Да. Пошли. Доброе утро, Спайк. Доброе утро. Готов вернуться в лагерь Эверфри? Только потому, что я снова увижу остальных. В остальном, мне не нравится покидать свой дом. Да, я понимаю тебя. Что ж, мы должны подготовиться к выходу. Нам же не нужно, чтобы темнота застала нас посреди дороги. Не так ли? Мы, конечно, не хотим, чтобы это произошло. Посмотрю. Может, Флэш и Сансат уже... На? Пссс, ребята, просыпайтесь. Извини, Флэш. Я много двигаюсь во сне. Это было ненарочно. Всё в порядке. Не о чем переживать. Почему вы двое спали на одном диване? Потому что... Гамак, в котором спала Сансат, порвался. Я предложил ей диван, на котором спал Сан, чтобы она могла вздремнуть. Дело в том, что он собирался спать на полу. А я не хотела, чтобы он так спал. Поэтому мы придумали, как нам обоим разместиться на диване. И черт возьми, вы, ребята, определенно справились с этим. Спайк! Итак, вы готовы выходить? Да. Нам нужно только положить коробки в машину. Сколько их? Две или три. Достаточно, чтобы вылечить сотню человек. Этого недостаточно. Но, по крайней мере, это будет хорошим началом. Начало, на которое потребуется время, чтобы добиться прогресса в ближайшие годы. Точно. Это лучше, чем ничего. Ладно, ребята. На улице несколько ходячих. А нам нужно донести коробки в машину. Она права. Нам следует разделиться. Пусть двое будут отвечать за уничтожение ходячих. В то время, как другой позаботится о лекарствах. Спайк также мог бы помочь с лекарством, если это необходимо. Я могу это сделать. Хорошо. Давайте сделаем это. Вы вдвоем займитесь ходячими. Я останусь со Спайком, чтобы мы могли закончить упаковывать лекарства. Звучит как план. Дай нам знать, если вам что-нибудь понадобится. Договорились. И, пожалуйста, будьте осторожны. Оба. Хорошо. Ладно. Флаттершай, пошли. Нам нужно кое-кого убить. Трудно поверить, что в наше время такое можно услышать так часто. Мы закончили? Теперь закончили. М? Что? Ничего. Просто мне непривычно видеть тебя такой. Я думаю, мне потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к Флаттершай, убивающей ходячих. Что ж, я тоже не могу привыкнуть к тому, что ты убиваешь. Эй, ребята. М? Вот первый ящик. Не хватает только одного. Он остался в лаборатории. Я принесу его. А ты помоги Сансет отнести этот в машину. Конечно. Могу я помочь тебе донести? Я поняла. Лучше помоги открыть багажник машины, пожалуйста. Да, конечно. Вот так. М? Как ты думаешь, это все сработает? Часть меня верит в это. Если все получится не так, как хотелось бы, по крайней мере, я смогу сказать, что из этого вышло что-то хорошее. Я нашла тебя. Тем временем. Дело сделано. Как ты? Да просто... Как ты думаешь, это действительно что-то изменит? Может быть. Что заставило тебя засомневаться? Я полагаю, все дело в запасе лекарств, которые у нас есть. Ты говоришь, что этого достаточно, чтобы вылечить сотню человек. Но... Будет ли этих сотен человек достаточно, чтобы вернуть мир, в котором мы когда-то жили? Ну... Возможно, мы не вернемся к жизни в этом мире, к которому все привыкли. Но, возможно, эти сто человек будут работать вместе, чтобы создать новый мир, к которому мы все сможем адаптироваться. Это всего лишь вопрос времени, и остается только молиться о лучшем. Случится может все что угодно. Как мы уже сказали, это только начало. Серьезно, я до сих пор не могу поверить во все, что ты делала, пока была сама по себе. Это было нужно делать, чтобы выжить. Прошлая Флагершайд тоже не поверила бы в это. Ладно, девушки. М? Мы все готовы к отъезду. И нам лучше поторопиться, пока количество ходячих не начало увеличиваться. Извините, я пройду? Вот, поставь ящик внутрь багажника. Хорошо. Все. Вы готовы выдвигаться? Готовы. Как раз вовремя. Начинают появляться ходячие. Тогда нельзя терять времени. Давайте пошевеливаться. Ночью. Да, я предвидела, что это произойдет. Будьте благодарны, что это произошло совсем рядом с лагерем. Мне кажется, что мы идем уже целую вечность. И это продлится еще дольше, если ты продолжишь жаловаться. По крайней мере, будем благодарны, что Флагершайд с нами. Иначе мы бы уже были мертвы. Почему ты думаешь, что это не так? Конечно, да. Очень даже да. У нас ничего не получится. Да? Ты думаешь, что нет? Тогда что же это такое? На? На? О, просто заткните мне рот. Что-то хочешь? Нет. Привет! Я так рада, что вы живы и здоровы. И не только это. Мы столкнулись кое с кем по пути. С кем? О, дорогая! Я так счастлива тебя видеть. О, Спайк! Ты присоединился к ним? Ты напугал нас до чертиков? Да. Извини за это. Ты была одна все это время? Совершенно верно. Ого! Эй, девчонки! Тимбир, Эпплджек и Эпплблум вернулись? Извини, Флэш. Они еще не вернулись. С утра от них не было никаких известий. Я надеюсь, что с ними все в порядке. Ладно. Кто-нибудь из вас, пожалуйста, может помочь мне занести эти ящики в палатку? Они должны быть надежно защищены. Конечно. Я помогу тебе. Спасибо. Другой ящик вон там. Итак, что внутри этих ящиков? Лекарства. Что? Так вы нашли его? Да, нашли. И как только мы узнаем об остальных, тогда вы сможете пройти вакцинацию. Ух ты! Кто бы мог подумать! Но всего два ящика. Будет ли этого достаточно? Для нас – да. Для остального мира – нет. Но мы что-нибудь придумаем. Это наш первый шаг к лучшему миру. Я думаю, ты прав. Эй, Лира! Можешь подойти сюда на секунду? Сейчас! Ты идешь? Я думаю, я задержусь здесь на минутку. Я бы хотел побыть один и обо всем подумать. Ладно. Мы будем снаружи, если тебе понадобится что-нибудь. Ты убил их. Они ушли благодаря тебе. Это полностью твоя вина. Тебе больше не будут доверять. Флэш? Эй, ты в порядке? Я в норме. Просто мой внутренний голос снова говорит со мной. Но у меня все хорошо. Тебе что-нибудь нужно? Да. Это тебе. Алло. Флэш? 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 Алло. Флэш? Флэш? Эй. Не пугайся, ладно? Мы найдем способ помочь им, чтобы вам двоим не пришлось уходить. Все будет хорошо. Лира знает об этом? Да. Они говорили с ней до этого. Сансет, ты выживала рядом со мной в течение нескольких месяцев. Ты знаешь, сколько людей погибло из-за меня. И ты ожидаешь, что я соглашусь на какой-то план, который подвергнет всех вас опасности? Нет. Ну, я имела ввиду да, но... Мой ответ нет. Никаких планов строиться не будет. Но... Время. Я должен поговорить с Лирой сейчас же. Я не могу потерять ее. С ней ничего не случится. Все будет в порядке. Лира? М? Они... Бон-бон тоже у них. Они схватили всех. Тимбера, Эпплджек, Эпплблум. С ними ничего не случится. Я не хочу превращать это в геноцид. Мы сделаем то, о чем нас просят. Ясно и просто. Смело с твоей стороны предполагать, что мы собираемся сделать то, о чем они просят. Разве ты не слышала, что я сказал раньше? Я этого не допущу. Вы, ребята, моя семья. И я не позволю кучке идиотов отнять это у меня. Не снова. Если нам суждено умереть, то мы сделаем это, сражаясь, а не трусливо поджав хвосты. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю? Верно? М? Флэш, пожалуйста. Я потеряла Пинки, Рейнбоу и Твайлет. И я была бессильна что-либо сделать, чтобы спасти их. И теперь, когда что-то в моей власти, я должна сказать вам, что я не позволю вам идти, как корова на бойню. Хотите спасти своих братьев и сестер? Отлично! Я тоже хочу спасти своих друзей. Как Лира хочет спасти Бонбон. Я полагаю, что это больше не обсуждается. И я думаю, мы все согласны с тем, что нужно делать. Санцет права. Я больше не вернусь в то место. Я скорее умру, спасая девушку, которую люблю, чем вернусь. Вот об этом я и говорю. Ладно. Но я все еще не согласен с тем, что мы собираемся делать. Я должен был умереть несколько дней назад. Если бы все шло так, как предначертано, держу пари, ничего бы этого не случилось. Пожалуйста, не говори так. Ты знаешь, что это правда. Не отрицай этого. Ты должен открыть глаза, Флэш. Ты слишком долго жил прошлым. Тебе надо остановиться. Я могу понять тебя, но ты не должен позволять своему прошлому влиять на твое будущее. Что бы ни произошло, мы должны сосредоточиться только на текущем моменте. Я разделяю ту же мысль, что и Лира. Если мне суждено умереть, я сделаю это, спасая девушку, которую люблю. Лучше умереть, сражаясь, а не трусливо поджав хвосты. Верно? Я больше не хочу сражаться с плохими людьми. Но если мне придется сделать это, чтобы спасти людей, которых я люблю, я буду продолжать делать это столько раз, сколько потребуется. И если мне суждено так прожить остаток своей жизни, пусть будет так. Флэш, ты хочешь спасти свою семью? Тогда сделай это правильно. Сопротивляйся и не сдавайся. Хм. Отлично. Давайте составим план. Ладно. Если мы собираемся придумать план, нам нужно осуществить его сегодня вечером. Вечером? Но у нас еще ничего не запланировано. Что ты имеешь в виду? Слушайте внимательно. Нужно, чтобы один из нас пошел в то место сегодня вечером. И обязательно найти остальных. Дать им знать, что все будет хорошо. И прежде всего, не допустить, чтобы они были убиты или ранены. Я предлагаю пойти Спайку. Мне? Да, ты маленький, быстрый и тебя нелегко заметить с первого взгляда. Но ты пойдешь не один. И мы тоже. Я просто знаю идеальную группу, которая могла бы нам помочь. Странно это шоу, однако говоришь о нем. Ты буквально каждый день, и тебе совсем не лень. Этот путь неясен, к стаду ты примкнуть согласен. Передача для детей, как ты гордишься ей. Подумай головой, мультик розовый такой. И время стоит уберечь.